Сегодня я бы хотел всех вас призвать к радости, к той радости, которой нас призывает Господь и о которой Он говорит, радости вашей никто от вас не отнимет. Почему никто не отнимет эту радость от нас и где она находится, вот об этом сегодня и хотелось бы поговорить. Вчера за Божественной Литургией читался интересный отрывочек из Евангелия, в котором рассказывается, как апостолы, ученики Христовы, возвратились к нему с проповедью, с радостью, и говорят ему, Господи, и духи нам повинуются, нечистые бесы. А Господь им говорит, не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь, что имена ваши написаны суть на небесах. То есть Он от одной радости призывает их к другой, выше. Он говорит, не радуйтесь вот этому земному, но бесы вам здесь на земле повинуются, но у вас другая радость есть, высшая, в Царстве Небесном. Вот радуйтесь тому, что ваши имена написаны в Царстве Небесном. Этот призыв к радости имеется, сохранился в греческом языке. Греки приветствуют друг друга не по желанием здоровья, а по желанием радости. Они говорят, хере, радуйся. И вот именно это, эти херетизмы, да, пожелания радости, вот это приветствие, отражено в Акафистах. Когда мы поем Акафист, мы все время поем «Радуйся, радуйся, невеста, не невестная», да, или «Радуйся, святитель отче Николая, преддивный, чудотворчий» или кто-то еще. У мирских людей, далеких от церкви, есть такой стереотип. Православный человек – это такой хмурый, печальный тип, который все время скорбит о чем-то, все время чем-то расстроен, у него все время какие-то проблемы, ему все время нельзя того, нельзя сего, нельзя туда, нельзя сюда, и поэтому он все время в таком каком-то расстройстве и печали пребывает. Конечно, для нас радости не совсем те, что для мирских людей, да, каким-то греховным удовольствием, конечно, мы не радуемся, но при этом у нас радости гораздо больше, если мы, конечно, живем духовной жизнью. Тем более, что у нас есть заповедь в Священном Писании – «Всегда радуйтесь». Апостол Павел говорит в послании к фессалоникийцам – «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите». Что это значит? Как можно всегда радоваться, как можно непрестанно молиться, почему за все нужно благодарить? У нас же и скорби какие-то бывают, неужели и за них тоже нужно благодарить? Да. Да. Дело в том, что радость наша, не светская, а духовная радость, проистекает из того, что мы встретили в жизни своей Бога. Как человек встречает друга или любимого человека, и уже у него радость неиссякаемая от этого. Он имеет друга, он имеет любимого человека, спутника жизни, может быть. И если человек встретил его после длительного расставания, то он особо радуется и не может вот эту радость каким-то образом прекратить, и не может остановиться от того, чтобы беседовать с этим человеком и делиться своей радостью от общения с ним, от встречи с ним. Точно так же происходит и с человеком, любящим Господа. Когда человек, или стремящимся к Господу, когда он встречает его в своей жизни, на своем жизненном пути, то его постигает неизреченная радость, и ему не хочется останавливаться, не хочется терять эту радость. Он начинает беседовать с Богом, как с любимым человеком мы беседуем или с другом, после долгой разлуки. Точно так же человек, душа человеческая начинает беседовать с Богом. А беседа с Богом как называется? Молитва. Поэтому если нас ничто не разлучает с Богом, то и ничто нам не препятствует молиться. Наше сердце, привязываясь к Господу, постоянно обращается к Нему. Поэтому апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, ибо вы нашли Господа. «Непрестанно молитесь, потому что ничто не может нас разлучить с Богом. О всем благодарите». Почему о всем благодарите? Потому что если наша радость внутри, от того, что мы встретились с Богом, то никакие скорби и печали не могут эту радость у нас отнять. Даже если нас окружили скорби, мы же знаем, мы чувствуем, видим, знаем, что в нас Бог, и мы в Боге, и эту радость у нас никто не отнимет. Об этой непрестанной радости есть даже художественное произведение, целая книга. Она как детская считается, но я думаю, что ее стоит почитать и каждому взрослому, если кто-то еще не читал. Книга называется «Полианна», о девочке, которую отец, пастор, научил радоваться всему, во всем находить радость. Она осталась сиротой, тетя ее приняла, но девочка эта настолько вошла в эту игру, что она уже не играла в нее, а она действительно во всем находила, во всем видела радость и всему радовалась. И вот настолько эта ее уже не игра даже, а ее стиль жизни настолько был заразителен, что она весь город заразила этим, и все начали радоваться, и жизнь у всех изменилась. Когда человек был сотворен Богом, то он находился в раю, и в раю он был причастником неизреченного блаженца, то есть счастья и радости. Но когда человек утерял рай, утратил его, утратил вот это теснейшее общение с Богом, то он утратил и это блаженство, утратил это счастье, утратил эту радость. Поэтому Господь наш, Сын Божий, когда приходит на эту землю и начинает свое служение, начинает свою проповедь, он как раз и возвращает нас, пытается нас возвратить к этой радости и к этому блаженству. Поэтому в Нагорной проповеди, когда он изрекает так называемые заповеди, он как раз говорит о блаженствах. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроцы, блаженны алчущие и жаждущие правды и так далее, блаженны миротворцы, блаженны милостивые, блаженны, то есть счастливы, то есть причастники высшей радости. Вот эти блаженства Христовы из Нагорной проповеди, это как лестница, как лестница Иакова, которую он увидел в своем видении, когда бежал от брата своего Исава. Он увидел лестницу, которая от земли к небесам восходит и по ней спускаются и восходят ангелы, а на вершине этой лестницы утверждается сам Господь Бог. И вот эти заповеди блаженств нам Христос дает как некую лестницу, по которой мы восходим к Богу. И когда мы туда восходим, то мы становимся причастниками вечного и неизреченного блаженства, потому что нас эти заповеди соединяют с Богом. Поэтому неудивительно, что когда речь идет о воссоединении падшего человечества, падшего человека с Богом, то речь идет в категориях вечного блаженства и вечной радости. И вот это вечное блаженство и вечная радость и воссоединение с Богом начинаются с воплощения Господа нашего Иисуса Христа, с воплощения Сына Божия, точнее. И поэтому, когда ангел Гаврил является Девей Марией, он говорит ей, «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, радуйся, потому что Бог пришел в этот мир, потому что ты станешь Матерью Божией и всем даруешь спасение через тебя, спасение коснется и радость коснется всех людей, поэтому радуйся, благодатная, Господь с тобою». А когда Сын Божий рождается уже в образе человека в виде Господа нашего Иисуса Христа, ангел снова является только уже пастухом и говорит, «Радуйтесь, я принес вам, я благовествую вам радость великую, потому что ныне родился Спаситель мира Христос, снова благовестие радости». И, что интересно, Христос, Господь наш Иисус Христос, накануне своих спасительных страданий, в прощальной беседе со своими учениками и апостолами, говорит, заканчивает свою беседу, говорит, «Я вам это сказал, чтобы радость моя была в вас, и радость ваша была совершенна». Что ты говоришь такое, Господи Иисусе Христе? О какой твоей радости ты говоришь, когда ты идешь на страдания? Тебя будут оплевывать, заушать, тебя будут бичевать, живого места на твоей плоти не останется, тебе наденут венец терновый на голову, будут бить по голове и по этому венцу палкой, так что шипы будут вонзаться в твою голову, потом тебя распнут на кресте, и ты там еще несколько часов провисишь, пока не скончаешься в мучениях. О какой радости ты говоришь? Господь говорит о той радости, которую от нас никто не может отнять, даже страдания. Он говорит о радости накануне своих страданий, чтобы показать, что иногда для того, чтобы стать причастником радости, нужно пройти через скорбь, может быть, даже через страдания. Но еще он этим хочет сказать, что печали и скорби временны, а радость вечна. Об этом он говорит и в другой притче, когда говорит о том, что жена, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит, то уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в этот мир. То есть печали и скорби временны, а радость наша вечна. Вот об этой вечной радости, которую у нас никто отнять не может, и говорит Господь наш Иисус Христос и призывает к ней. А почему ее отнять никто не может? Потому что она как Царство Небесное находится внутри нас. Господь говорит, Царство Небесное внутри вас есть. И если внутри нас мы обрели Царство, Царство Небесное – это и место, и состояние, состояние Богообщения, состояние Богосозерцания. Вот если мы это состояние обрели, если мы в Боге и Бог в нас, то этой радости у нас никто уже отнять не может. И поэтому сегодняшние все вот эти воспоминания, сегодняшнюю беседу мне бы хотелось закончить таким образом, как бы дополнить слова Господа нашего Иисуса Христа, о которой он говорит своим ученикам тоже в прощальной беседе. Он говорит, потому все узнают, что вы мои ученики, если любовь будете иметь между собою. Как мы дерзнем дополнить эти слова Христа? Можно сказать так, я думаю, что Христос согласился бы с этим. Потому все узнают, что вы мои ученики, если любовь и радость будете иметь между собою. Всем вам радости, дорогие. Аминь. Аминь.